Здравствуйте! В этом году мы отмечаем замечательную дату 30-летия Южно-Сахалинской и Курильской епархии. В честь юбилея на остров прибыли почетные гости. Это архиереи, которые возглавляли епархии в разное время. И сегодня мы поговорим с архиепископом Подольским и Люберецким Владыкой Аксием, который служил на Сахалине с 2019 по 2021 год. Здравствуйте, Владыка, благословите! Здравствуйте, Божие всем благословения! Владыка, вот прошло уже несколько лет, может быть, вы вспомните, с каким чувством вы ехали на Сахалин, когда узнали о том, что стали управляющим Южно-Сахалинской Курильской епархии? Надо сказать, что после своего нового назначения на Подмосковье я на Сахалине больше не бывал. И вот сегодняшний мой приезд, это первый приезд после практически двух с половиной лет моего отсутствия здесь. И вот когда я подлетал к Святому острову, а именно так я его называю, никак иначе. И, конечно, вот чувство такое щемящее сердце во мне пребывало. Я вспоминаю тот апрельский день, когда я в 2019 году прибыл на Сахалин. Это было солнечное утро. И вот таким вот солнечным настроением меня встретила Сахалинская земля. И когда я стал знакомиться со священнослужителями, с теми, кто живёт на Сахалине, потом, когда посетил Курилы, конечно, моё самое доброе впечатление, оно всегда осталось в моей душе. Я встречал неоднократно такое мнение, что вот Сахалин, он настолько завораживает и настолько потом остаётся в сердце. Я сейчас могу со стопроцентной гарантией и доказательством сказать о том, что так оно и есть. Даже за те небольшие два года, которые я провёл здесь в качестве управляющего епархии, я, конечно, могу об этом свидетельствовать, что действительно Сахалин уже навсегда в моём сердце. Вот скажите, а вот прихожане отличаются? В Подмосковье, я знаю, что вы служили в Сибири, можно сказать. А сейчас на Сахалине есть какая-то разница? Знаете, наверное, по натуре такой сам человек открытый. И в простоте общения ведь утверждается сам Господь Бог. И когда я сюда приехал, я вот эту открытость нашёл. Наверное, конечно, есть какие-то отличия. Но я не сказал бы, что это какие-то отличия ментальные или вот там в Центральной России. Нет каких-то таких своих особенностей. Мне посчастливилось общаться с очень добрыми, душевными и духовными людьми. Тем более, что, наверное, основная часть общения, даже тогда, когда я уже стал архиереем, всё равно она проходила в кругу таких людей церковных, ну или, как говорят, сочувствующих людей. Не было каких-то открытых таких противостояний, диспутов, дискуссий. Период вашего служения был связан с пандемией коронавируса. Это было очень серьёзное испытание для всего общества и для церкви. Вот, может быть, вы вспомните, какие такие мысли у вас были? Ну и, наверное, какие основные уроки мы должны извлечь вот из этого опыта? Конечно, сия пандемия, она нанесла такой урон нашему личному общению, потому что, когда ты приходишь в храм и видишь там людей, и как-то сам воодушевляешься, когда стоишь у престола, молишься вместе с народом Божиим. Я вспоминаю те времена, когда люди не могли войти в храм, но, по милости Божией, на Сахалине мы в полной мере отсутствие народа Божия в храмах не испытали. И, конечно, благодарю власти города и власти области, власти региона, губернатора и мэра города Сергея Александровича и губернатора Валерия Игоревича за то, что всё-таки вот как-то мы с такими наименьшими испытаниями касательно посещения храмов прошли. Вот это тяжёлое время. И Пасху мы встречали всё равно все вместе с народом Божиим, с людьми, молились в храме. Конечно, все меры безопасности соблюдались, но, слава Богу, что храм от верующих не был закрыт. А все мы знаем, что в некоторых регионах, конечно, не было возможности верующим помолиться в храмах. Выводы. Выводы, наверное, самые вот лежат на поверхности, что мы должны ценить и заботиться друг о друге. Потому что вот думаем, что мы сильные такие, мощные, всезнающие, образованные, интеллигентные, можем очень хорошо изъясняться, что-то доказывать, каждый знает своё дело хорошо. Но когда приходят такие испытания, человек понимает, что он, наверное, вот эта вот маленькая песчинка в этом мире. Но в то же время это вовсе не означает, что не важна роль человека в истории церкви, государства, страны, вообще мира. Всё важно и всякое служение ответственно. Нам нужно понимать, что над всеми нами Господь Бог, и Он совершает нашу жизнь. Сахалинская епархия, она, конечно, состоит из приходов, которые находятся в самых разных местах. Есть большие города, такие как Южно-Сахалинск, а есть совсем небольшие, может быть, даже посёлки. Вот есть у вас в памяти остались какие-то молитвы, какие-то службы, которые совершались здесь, на Сахалине, но о которых вы помните? Первое незабываемое впечатление – это общение с людьми. И вот таких мест ведь немало. К сожалению, я не смог так и попасть в Северокурильск, на наш самый северный приход, где служит отец Игумен Алексей. Вот всё, я туда порывался попасть, но не сложилось. А так практически по всем приходам, конечно же, проехал, и который на Сахалине располагается, находится. Заезжал в приспособленные помещения в Тамаринском районе. Ну вот в Курильске там, по-моему, тоже приспособленные помещения, там какой-то бывший музей. В Курильске, да, 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 совершенно верно. И здесь, когда встречают тебя, люди говорят, батюшка, они же не всегда разбираются. Владыка – это священник. Но вот в этой вот искренности и простоте, и заботе, и переживании ты понимаешь, где на самом деле она русская душа. она в храме, она там, где Бог, она там, где, наверное, не может быть ни искренности, ни душевности, ни заботы друг о друге. Они просили вот их храм как-то построить, и чтобы к ним почаще священник приезжал. Что-то мы старались исполнить, чего-то не получалось, что, наверное, естественно. Но вот такое общение, когда, помню, мы в одном из приходов, вернее, в единственном приходе во взморе мы служили, в Великомученице Екатерины, на День памяти. Холодно было. И, конечно, этот приспособленный домик, он никаким образом там, по-моему, не отапливался, или что-то уже запамятовал. Отец Вячеслав, конечно, постарался устроить всё самым лучшим образом. Но вот, наверное, эти литургии, их никогда не забудешь. Потому что, безусловно, есть и торжественные литургии, есть и богослужения, когда множество священнослужителей, архиереев, красота, хор красиво поёт, наполнены храмы. Но есть и такие службы и литургии, когда вот стоишь ты, священнослужитель, несколько человек, и всё равно совершается молитва. Вадыка, а вот в этот юбилейный год, что бы вы пожелали православным, или, может быть, как вы говорите, сочувствующим жителям Сахалина и Курил? Скажите, может быть, несколько слов про своих пожеланий. Дорогие мои сахалинцы, дорогие мои курильчане, всех вас сердечно приветствую. И радуюсь этой возможности вместе с вами помолиться вновь на Святых Островах. Я всем вам желаю мира, добра, благополучия. Самое главное, как говорит Святейший Патриарх, нужно хранить веру православную. И не нужно думать, что где-то здесь, далеко от центра нашей Родины, нашей России, от Москвы, кто-то о чём-то забывает. Всегда Патриарх говорит о том, что здесь начинается жизнь церковная. Здесь начинается день, и вы, все здесь находящиеся, те, кто совершаете здесь своё служение, каждый на своём месте. Божьей помощи, мира, здравия, благополучия и крепкой-крепкой веры. И той великой способности, чтобы нам эту веру передать нашим поколениям. С праздником всех вас поздравляю, дорогие мои. Спасибо большое за очень интересную беседу. Благодарю вас, дорогой отец Виктор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok